Я намеревался сегодня сделать вступительную лекцию, чтобы расставить все точки над «и», поскольку предыдущие мои сообщения касательно реальности и картины мира, как показала практика, не очень-то были восприняты. Поэтому мне хотелось сначала еще раз проговорить основные моменты, сделать разъяснение, а потом уже перейти к самому главному, а именно к переворачиванию Маркса. Мы знаем, что Гегель перевернул Марса, и вот мне кажется, что настало время перевернуть Марса. Но по размышлению я подумал, что лучше начать с Марса. Потому что там масса примеров и все такое прочее, и теория, она будет уже восприниматься легче. Поэтому я переношу теорию на следующий раз, а сегодня займемся чисто Марсом. Но тем не менее краткое введение мне потребуется, а именно отсылка к Парамениду, к бытию одному. Вот как может существовать одно, этот вопрос, который ребром стал перед Платоном? Потому что к тому времени Элиаты, в частности и прежде всего Зенон, они выявили конфликтность, тождество и различия. На примере мышления и бытия. Ведь всем понятно, что тождество находится в конфликте с различием. Если что-то различается и из одного становится два, то точно так же это может и тождествиться в обратную сторону. Из различия получаться одно. И вот в своем знаменитом «Парамениде» уже в кавычках, в диалоге «Параменид» Платон показал, как может существовать одно и при каких условиях. Мы это касаться не будем, а лишь констатируем, что одно может существовать тогда, когда появляется три. То есть не может существовать разделением на одно и два. А необходимо нечто третье, чтобы появилось реальное различие между этим одним и двумя. Нас сегодня интересует только одно тождество. Тождество бытия и мышления. Так вот, чтобы бытие и мышление различилось, должно появиться что? Что может быть в этой ситуации третьим? В этой ситуации третьим может быть только мнение, мнение о бытии и мышлении. И вот результирующее мнение, возникающее благодаря коммуникации между людьми, мы назвали картиной мира. Но можно заметить, что сам человек — это тоже удерживание в месте разделенного, а именно мышления и практиса. В данном случае я подчеркиваю удерживание, то есть удерживание этого различия. То есть человек, собственно, как человек и возник, когда появилась рефлексия. Рефлексия о собственном мышлении и собственном практике. Итак, значит, тождество бытия и мышления, как тождество, это провал ничто. Когда мы тождествим нечто различное, это абсурд. Оно различено. Результатом может быть только ничто, если тождество оказывается результативным. Или появляется у человечества картина мира. Картина мира о нашей реальности. И не обязательно, кстати, одна. Вот я нарисовал два уровня. Реальность и картина мира. Вот эта такая элементарнейшая картинка будет полезна для дальнейших рассуждений. Значит, у нас есть реальность. Ну, на личное бытие, вот это то, что мы видим, то, что мы чувствуем. Есть представление отрефлексированное об этом, обо всем. Картина мира, она, конечно, описывает, как оно есть. Второе, она обязательно объясняет, почему оно так есть. Ну, и третье, оно говорит, как должно быть. И четвертое, как человеку вести себя при данных обстоятельствах. Обстоятельства задаются картиной мира. То есть, картина мира рисует человеку некоторую перспективу. Это очень важно понимать, да? Вот и есть реальность, мы в ней живем, у каждого свои жизненные миры. И тем не менее, есть нечто должное, да? Вот как это должно быть устроено по понятиям, или по науке, или исходя из веры в Бога, и так далее. Значит, между реальностью и зазором существует... То есть, между реальностью и картиной мира обязательно существует зазор некоторый. А если этот зазор слопывается, пропадает, да, то мы проваливаемся, что вот там, вот у меня на лесу... Вот это я назвал, отдавая должное Лакану, реальное. Реальное. Вот мы вот в истинное реальное проваливаемся. В ужас. В абсурд. Вот это я кончаю введение и перехожу, собственно, к Марсу. Ну, очень сложно различать сегодня, собственно, Марса и марксизм. Тем более, что марксизмов очень много. Поэтому, когда я буду говорить марксизм, я буду понимать, прежде всего, это всем знакомый, хорошо известный марксистско-ленинскую философию под названием «Диамат» и «Истмат». И посмотрим, вот как основные положения марксизма-ленинизма могут быть выражены вот в данном представлении. И прежде всего, необходимо констатировать, что в реальности марксизм, как правило, не работает. Ну, вот тот марксизм, о котором я сказал. Если внимательно и детально исследовать исторические процессы, чему масса примеров, в том числе, вот и наша великая социалистическая революция, которая осуществилась вопреки основным положениям маркса и Энгельса исключительно благодаря воле Владимира Ильича Оленина. Азиатский способ производства, да, совершенно не объясняется марксистским учением. Более того, это была запрещенная тема до конца 80-х годов в дискуссиях самих марксистов. Азиатский, прошу прощения, китайский? Азиатский способ производства, ну, европейское, айкумение, мы знаем, робологический строй, да, потом феодальный, потом капиталистический, а там это все как-то не проглядывается. Ну, просто интересно, как из этого затруднения выходят азиатский и марксистский. Азиатский способ производства, он, в общем и целом, очень схож, почему был запрет на анализ? Потому что очень схож на социалистическую формацию в ее реальном выражении. Потому что собственность, прежде всего, земля, да, принадлежала государству. Вот азиатский способ производства. Ну, точнее, вообще не было понятия собственности. Да, ну, не было понятия собственности, конечно. Да, ну, советского человека, кстати, тоже было понятие собственности такое весьма условное. Не было понятия собственности. Мы же там достаточно много семинаров, я просто неинтересно, как китайские марксисты могли обходить эту тему. Но надо задать вопрос. Это интересный вопрос. Я это отмечу, кстати, я об этом не продумал. Да, ну и современные исторические исследования, то есть современные, что очень современные, они уже там десятилетия идут. Насчет того, что капитализм на самом деле построили феодалы. Я сейчас это не буду ничего объяснять, тем более это не тема этого доклада. Но историки многие пишут, что это естественно, это непонятно, феодалы построили. Что капиталистические отношения были в древнем риме, там сплошь и рядом, понимаешь, да? То есть вот эта простенькая схема Марсова, она при детальном рассмотрении и при углубленном историческом исследовании она как-то не очень работает. А сейчас нынешнее положение там вообще плохо описывается. Капитализм вообще сейчас на глазах трансформируется вне, что непонятно. На дворе бродит призрак трансгуманизма, еще страшнее, чем призрак коммунизма. Да призрак коммунизма, он не так уж и страшен был, а вот призрак трансгуманизма, он пугает всех. Так что же марсизм? Это фейк или не фейк? С моей точки зрения, Марс, конечно, это величина безусловная. И велик он прежде всего как философ. Первый поставивший вопрос о роли и значении идеологии, читая вот этой самой картины мира, в истории человечества. Естественно, Марсом была создана достаточно частная социально-экономическая теория, приложимая с определенными ограничениями в условиях своего времени, но и которая, естественно, с ходом времени и сжила себе. То есть, Марс как социолог, это одно, но Марс как философ, особенно ранний Марс, это совершенно другое. Вот анализ во зрении раннего Марса, и в частности, разбор тезисов о Феррибахе я перенесу на следующий раз. Сегодня о Марсе я говорить больше не буду, собственно о Марсе, а будем рассматривать диалектику, диалектический материализм, ну и исторический материализм также. Итак, законы диалектики диамата и смаз. Значит, первый это закон единства и борьбы разделенного. Ну, в данном трактовке закон единства и борьбы противоположностей говорит вот что. Каждый объект имеет противоположные стороны, свойства, тенденции, они взаимодействуют, дополняют взаимно, значит, отрицают друг друга, составляют противоречия. И вот самое главное, противоречия служит причиной развития. И причем вот это противоречие диаматчики, они изыскивают в природе. Просто вот что говорят современные диаматчики? Они говорят, что... Почему плохо работает диамат, в отличие от якобы хорошо работающего исторического материализма? Потому что время, социальное время, время человека, оно на фоне времени вселенной, это вот ерунда, гулечка такая небольшая. Вот. И поэтому... вот поэтому в социальных процессах можно там применять диалектику. А в исследовании природы не всегда. Хотя они умудряются. Итак, значит, противоречия. Вот здесь я опять хочу вспомнить Платона, который за противоречия велел пороть на конюшник, естественно, да? Потому что противоречия он оставлял для... но считал возможным для низшей части души. И... А если считал полезными, то только для того, чтобы пробудить силы разума, вот, и объяснить эти противоречия, снять эти противоречия, но не в смысле Гегеля, да? А объяснить. Можно уточнить? Да. А что противоречия вы называете? Не я занимаюсь. Нет. Не я называю. Нет. Нет. Просто вот что мы только слышим от противоречия. Это слово. Нет. Вот Платон, за какие противоречия он предлагал пороть? Противоречивые мнения. То есть высказанные суждения, которые противоречивают сами себе. А, не а, да? То есть в некотором субъекте предикат и отрицание этого предиката в другом суждении. Эти два суждения являются противоречивыми. но не важно. Самое главное, что эти суждения могут быть отнесены к природным... Нет, что вещь идет о суждениях. Конечно, о суждениях, да. Потому что дело в том, что в Диаматии это не суждение. В Диаматии естественно, да. Ну, так а что в Диаматии тогда? А? Поэтому нельзя сравнивать, говоря о Диамате, возвращаясь к Платону, потом опять возвращаясь к Диамате, употреблять слово противоречие, не говоря, что это разные, это разные сущности. Нас венадим сутки. Поэтому и называется противоположностью, а не противоречие. это и дело. Тебе нужно противоречие. Да, все замечания потом. Да я хочу понять, о чем речь. Ты хочешь понять, я критикую Диамат, а ты хочешь, чтобы я тебе объяснил Диамат. Я считаю, Диамат это просто таким извращением, которого не знал в истории человечества. Понимаешь, как мы жили 70 лет с Диаматом, понимаешь, да, это просто невозможно. Да, этому извращению раскрыти Россия, да, не обрывается в следующий раз просто посвящу этому несколько тезисов, чтобы вот рассмотреть, как Марс перевернул собственно Гегет, да, и что как исторически получился этот маразм, который самому Марсу он, может быть, так сказать, весьма условно отнесен, да, в общем-то, в ранних работах Марс писал вполне разумные вещи, которые могут быть разумным образом трактованы. Но если очень хочется, то можно их трактовать неразумным образом, конечно. Ну так вот, вот это противоречие между как есть и как должно, вот в нашей картине, различие между этими модусами, это два модуса восприятия мира, которые со временем неизбежно утрачиваются, что является толчком к построению новой картины мира. Вот есть два модуса восприятия мира. Вот реальность и как есть и как должно, да, со временем различия утрачиваются. Что является толчком к построению новой картины мира, а следовательно к развитию. Ибо в жизни человека нужна перспектива. Вот мой тезис. Значит, утряда различия происходят потому, что человек изменяет реальность в соответствии с картиной мира. И вот практика как критерий истины, почему звучит приемлемо для многих людей? Потому что практикой как бы подтверждается картина мира. Второе. Человек осваивает картину мира. И с небесных высот она как бы к нему опускается. Вот это непросто осознать вот как человек осваивает картину мира. Картина мира это достаточно сложное построение. И простому человеку нелегко ее воспринять. А мы же говорим в том числе и о массах. Не об индивидууме, а об общественном сознании. О самых простых людей. реализовывать ее просто обладать, действовать на ней, а еще ее осознавать как мечта отдельная. Понимать, что у меня есть такая... это один момент. То есть когда я говорю удерживание вместе разделенного, то есть нужно осознавать, что есть картина мира, картина мира не является реальностью. Вот как происходит сближение, как реальность подтягивается к картине мира, понятно, мы изменяем реальность, реальность в общем-то на наших глазах изменяется. А вот как картина мира может опускаться к реальности, за счет того, что человек ее осваивает, постигает. Понимаешь, да? Вот и причем возможно еще и намеренное приземление картины мира. Вот в прошлый раз удивление вызвало мой тезис, что в конце 80-х годов произошло схлопывание картины мира и реальностью в социалистическом обществе. Как это? Так как? Но под картиной мира надо понимать не то, что написано в умных книжках. Да? Да, 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 да. А вот те идеалы воспринятые и живущие, которые живут реально в обществе. Ну как произошло приземление коммунистической картины мира? Оно произошло начиная вот это происходило на моих глазах, надо сказать. Потому что вот 50-е годы я вспоминаю, хотя с одной стороны явная разруха, да, но с другой стороны какое-то было воодушевление в обществе. Реально. Я вот наблюдал там за родителями. родители ходили на демонстрации. Понимаешь, да? Это вот если ты на них посмотреть там уже в 70-е, 80-е это невозможно. Представить, что эти люди ходили нормально. Ну я не знаю там не было видно, что у них какое-то неудовольствие, что надо идти, да? Наоборот веселые, с весельем ходили на демонстрации. Ну так вот, как в конце 80-х мы знаем, что произошло. Так вот, как приземление этой картиной мира происходило? На 22-м съезде была отменена диктатура рабочего класса, да? Это одно из основных положений. Я помню в свое время вот размышлял, как это возможно, как это диктатура, почему диктатура рабочего класса? Вот тут общенародное государство и все понятно, понимаешь, она как-то сразу же на 22-м съезде. Вот потом, я помню, меня поразило, это 71-й год, вдруг по радио стали говорить, что комсомол там в торговле и прочее и прочее. Была компания комсомол в торговле. Как круто быть барменом, буквально так и говорили, и комсомольцем, честным барменом. Это тоже меня как-то скорюжило, да? Ну и наконец отмена шестой статьи Конституции. Понимаешь? То есть фактически шестая статья это какая? Да, поясните, для нас неграмотно. Шестая статья Конституции это руководящая и направляющая роль коммунистической портии. Это было закреплено в Конституции. И тогда ее отменили? Ее отменили в 89-м году. А, ну 89-м да-да-да-да, я думал, что это 70-м да-да-да. Ну ладно, вот это вот это противоположность картины мира и реальности. Вот давайте рассмотрим что может происходить с ней. Она может существовать в гармонии, да, в некоторое время. Потом дисгармония это когда не развивается картина мира. Вот, когда плюют на реальность. Что значит развитие картины мира? Чтобы поддерживать зазор между реальностью и картиной мира, картина мира неизбежно должна развиваться. Потому что реальность изменяется. Вот, и поэтому картина мира тоже необходима должна развиваться и изменяться. Иначе случается вот та ситуация, когда мы брук-бабах и оказывается не знаем то общество, в котором живем. это реальность, это реальность, Вот. Наконец, конфликт. То есть, когда зазор еще существует, но он очень мал. это собственно предринвестиционная ситуация. Ну и разрешение конфликта при утрате зазора или при его малости возможно несколькими способами. Это уничтожение нарождающейся новой картины мира и восстановление старой. Ну это продляет жизнь на некоторое время. Это подавление бунта или царя поменяли там одного до другого а система по сути идеала. Идеалы, да, но живые идеалы. Да, хорошо, живые идеалы. Когда она воспринимается как тождественной реальности, то считается, что наши идеалы длящиеся настоящие. Так, да? Собственно, да. И вот эта ситуация, которая сейчас есть. Это непереносимо. То есть непонятно, а ради чего живем-то, да? Какие перспективы, да? Ну вот я приводил уже тот пример в конце 80-х годов там модерница коммунистического труда могла на равных выступать на партсобраниях вместе там с ректором райкома. С ректором райком это вообще ерунда. Она могла там понимаешь, на равных. То есть допустим в чем была перспектива этого сектаря райкома? Непонятно, понимаешь, да? Как он вообще начальствующий особый? Вот перспективы она была утрачена. так, далее. Раскол возможен раскол системы по реальности. Вот если у нас борются две картины мира, ну раскол вот реальность, это просто разделение общества там, сепаратизм. Одни остаются со старой картиной мира, счет его модифицируют, другие принимают новую картину мира. вот или взаимоуничтожение в борьбе. То есть это гибель общества. Ну и наконец снятие конфликта в марсовом смысле это эволюционный скачок и победа новой картины мира, которая встречается массами воодушевленно вот и стабилизирует обществ. Так, вот этот закон, что еще о нем можно сказать? Единство и борьбы противоположностей. Его можно отритовать не вот в таком историческом смысле, как противоречие между имеющимся и должным знанием. Вот я сейчас посмотрел, что пишут о Диамате, а он еще жив, о диалектике, и вот везде приводится такой пример студента перед экзаменом, да? То есть с одной стороны нужно сдавать экзамен, да? Противоречие. Идти на экзамен завтра. А с другой стороны знания не хватает, да? Вот. Так вот, при утрате различия, как вот благоприятное развитие ситуации, это утрата различия между знанием и между имеющимся знанием и должным знанием, да? Вот. И тогда студент переходит на следующий курс и как бы совершает эволюционный скачок в своем развитии. и начинает уже осваивать новое знание. Ну и в конце концов, конечно, вот этот закон может трактоваться и как противоречие просто субъекта и объекта, и неполноты нашего знания, вот, противоречие объекта и нашего представления об этом объекте. Вот. Потому что представление иррационального человека должно быть всегда вот заложен некоторый эвристический потенциал. Вот. А если его нету, то, в общем-то, это знание, оно уничтожится, оно не нужно. В принципе. Так вот, чем обеспечивается функционирование этого закона? Вот это закон борьбы и единства противоположности обеспечивается, собственно, самим бытием. Потому что бытие наше, это и есть различие. Вот пока различие есть, мы существуем. А чем вот дверющая сила человеческой истории? Что такое? Получается, что дверющая сила человеческой истории, это мышление в его рефлексивной форме. Но не просто так, да, а при удерживании вместе разделенного мышления и праксиса. То есть не просто деятельность, как в марсизме. Вот я секундочку, я зачитаю современное представление Диамата. Согласно Марсу, началом и двигателем истории является не мышление абсолютного духа, не гегельянство, то есть, а революционная практика, то есть, человеческая деятельность, раз за разом прорывающегося через противоречие материального мира. Материального мира, какие-то там противоречия материального мира. И вот человек своей деятельности их преодолевает. Для Марса в самом начале существует деятельность, которая порождает культуру, которая порождает людям природу. В практике деятельности материальные и идеальные еще не разделены, так же, как и субъективно и объективно. Вот я отказываюсь понимать то, что написано, а утверждаю нечто обратное. Что наше бытие это удерживание вместе разделенного ими мышления и праксиса. А движущая сила человеческой истории это мышление в этом рефлексивной форме осознавания. Причем определенного типа мышления. Если честно, не буду останавливаться, это оставляю на следующий раз. Но в истории человечества мы видим ярчайший пример опережающего развития западной цивилизации по отношению к цивилизациям иным. Так вот, с чем это связано? Это в сопределенной форме мышления, которое, я не знаю, по воле богов или благодаря историческим случайностям, именно в европейской цивилизации получило распространение. Но это рационалистическое мышление, логика Аристотеля, ловицизм, то, что называется. Но это я оставляю без рассмотрения. Так, быстренько пойдем дальше. Значит, закон перехода количественных изменений в качественные, количество в качество. Он обеспечивается опять же, этим самым зазором. То есть ясно, что постепенно количество на количество, уменьшается зазорчик, и в конце концов мы можем это тратовать, вот это уменьшение, как наработка количества, которое в конце концов переходит в качество, а именно появляется у нас новая картина мира. Далее, закон отрицания-отрицания. Это закон диалектики. Я считаю современное положение диалектического материализма. Закон диалектики, показывающий результат развития, как единство новизны и преемственности, относительное повторение старого на новом уровне. Но понятно, почему старое не пропадает, потому что это обеспечивается индукринацией. Потому что картина мира, новая картина мира, она не может полностью отрицать старую картина мира. Все новое, это хорошо забытое, старое. А если можно рассмотреть конкретный пример. В начале становления новой формации существует тезис реальности некий, и он отличается кардинальным образом от антитезиса картины мира. в процессе взаимного отрицания это противоречие снимается появлением новой картины мира. И вот это три законодиалетики мы рассмотрели вкратце. То есть нет ничего такого, что нельзя было бы описать в моем представлении, что есть диалектики. Далее. Значит, от менее важного к более важному рассмотрим некоторые положения уже конкретно марсетско-ленинской теории. Значит, усиление классовой борьбы по мере строительства социализма. Сталин. Вообще гениально, гениальный тезис, да, потому что в классическом марсизме этот тезис звучит как обострение классовой борьбы с развитием капитализма, с усилением эксплуатации рабочего людя, да, с абсолютным и относительным их обмещением. Это как бы предсказание марсизма, так трактуется. А Сталин обобщил этот тезис на социалистическое общество. Это надо было иметь, я бы сказал, такую вот, а почему? Он абсолютно прав, это любого общества касается, потому что усиление классовой борьбы с уменьшением зазора между реальностей и картиной мира вызывает брожения и раскол в элитных слоях общества, потому что они лишаются части своих доходов. Именно в этот момент элита обращает внимание на альтернативные картины мира, на альтернативные идеологии, которые могут заменить существующие. Или напротив, усиливает работу над существующей идеологией, чтобы увеличить зазор между реальностью и картиной мира. При этом она может искать опору в новых социальных группах. Вот тот пример, о котором мы говорили. Стало видно, что-то такое квелый рабочий класс. А давайте мы обопремся на весь народ. Главное здесь что? С уменьшением зазора уменьшается доход элиты. Поэтому они вынуждены усиливать эксплуатацию масс. И как следствие увеличивается обмещание последних? А почему? А кажется я не повторил то, что уже известно или мне кажется, что вам известно? Что такое элита? Как в этом представлении трактуется элита? Элита это социальная группа, которая как бы ответственна за картину мира, которая получает арбитражный доход между реальностью и картиной мир. Но сейчас я не хочу на этом осваиваться, но вот этот тезис как бы он имеет место быть. В основном этот репетражный доход не материальный происходит. Сохранение элитного статуса. В том числе и материального формы. В том числе, но не главное. Главное сохранение элитного статуса. Безусловно. Теперь объективные и субъективные факторы революционной ситуации. Верхи не могут управлять по-старому, не из-за них хотят жить по-старому, всем известно, но многие забывают субъективный фактор, который Ленин в детской болезни левизны в коммунизме указал нам. Для революции надо, во-первых, добиться, чтобы большинство рабочих вполне поняло необходимость переворота и готово было идти на смерть ради него. Во-вторых, чтобы правящие классы переживали правительственный кризис, который втягивает в политику даже самые отсталые массы. То есть высшие втягивают низшие. Высшие классы втягивают неизбежно низшие. То есть ведущая роль во всякой революции. Все истории человечества революции совершались верхами. просто насколько они верхи вовлекали низшие классы, это зависело уже от обстоятельств. Да, и вот это еще указывает на ведущую роль идеологической работы революционных партий. Потому что низы должны быть знакомы с новой картиной мира, с тем, что предлагает революционная партия. Как говорил Ленин, вера в революцию, это уже начало революции. Так чтобы поверить, надо знать. И вот здесь я... А книжка-то осталась, да, я хотел показать, что большевики были отнюдь не случайны. Вот здесь есть революционные книжки, которые я недавно получил от автора Сулакшин, называется «Россия ждет революция». Тут очень много интересного материала, фактологического. Но вот в частности объем представленности поэтических партий в периодической печати к 17-му году. РСДРП, социалисты революционировали, а, это правые или левые социалисты революционировали, СССР, да, кадеты, нанесы, анархисты, еврейские политические организации, черносотинцы, национальные партии. Мне просто хочется узнать, насколько адекватно ваше представление. Вот если взять совокупно левую печать и правую, то в каком отношении они будут соотноситься? левая процентов восемь. Я-то знаю, ты молчишь. Я-то знаю, поэтому я молчу. А ты тоже знаешь, да? Ну, в прошлый раз обсуждали. А, извини. Поэтому у нас только вот контакты. Ну, в общем, слушай, поразительно. Значит, РСДРП совокупно 43,3 процента. Причем среди них основная масса, то есть 40% всей литературы это большевики. Потом социалисты революционеры, да, то есть 26,5%. То есть левая в общей массе 65%. Кадеты, казалось бы, кадеты, вот эти твои 8%, 8,8, да? Вот. Черносотенцы наши любимые. Как ты думаешь, сколько? 2% 0,5. Анархисты 2,6, монархистов вообще нету, они ну, третили, да? Еврейские политические организации 4,5%. Это относительно много. Вот такая ситуация. То есть мало выработать картину мира, надо ознакомить массы. Мне казалось, как раз у нас зазор достаточно велик между нашей действительностью и западническим проектом, который сдает нам квартиру мир. Что Россия должна быть такой большой Чехией или кем-то еще такой благополучной страной. Разве-то высоко достаточно. Действительно между другим проектом Россия должна быть мировой державой с крутой армией, которая решает вопросы и которая будет слушать. Тоже большое, но она же недавно появилась, поэтому о никакой революционной ситуации говорить не можно. То есть картина мира у нас полностью не соответствует действительности. То есть у нас даже не сформулирована картина мира, которая бы соответствовала тому, что сейчас есть. Нет никакой революции, чего они пишут. Они все не ждет революции. Но они-то говорят по другим причинам. Они говорят. Так что здесь вот так. Как современная буржуазия крутит-вертит и как ей удается формировать картину мира, тем не менее утверждаю, что она есть. Это отдельный хитрый вопрос. Это вопрос технологии. Социальные технологии шли далеко вперед. И поэтому о современности лучше нам сейчас не говорить. для российской элиты экономической политической элиты действительно они дошли до той позиции, когда нечего больше хотеть. Но реально. Потому что они хотели жить как миллиардеры на Западе и они живут как миллиардеры на Западе. И больше ничего. Они дошли до ручки, а народ до ручки не дошел. поэтому говорю, что даже с этой позиции никакой эволюционной ситуации нет. Это сомнительный вопрос. Понимаешь? Казалось бы, так. Потому что это еще раз современные технологии влияния на массовое сознание слишком хитрые. Это можно отдельно объяснить. взглянуть на ситуацию. Если мы поймем майданный проект, грубо говоря, на Украине, то это действительно был прозападный проект, который был Хашукшов ест и круженые трусики. Он был конечно специфически очень конкретизирован. Но он как бы ел. Он давал людям определенного рода идеал общественный. Жить как в Италии, жить еще где-то хотя бы какой-то как в Польше. А у Донецких, у Востока у них как бы тоже не было никакого выхода. Ну не было противоположного какого-то общественного идеала. Крыму был, как ни странно. Потому что Крым дружно захотел Советский Союз обратно. Он захотел Советский Союз, а Россия воспринималась как полномочный посол этого значил. Как некое ожидание этого Советского Союза. И он не существующий Советский Союз радостно изменился. Может быть и Нарбас так же бывающий. Может он тоже Советский Союз захотел. Он был захотел, но ему не дали собственно основной стимул это и было советские люди. Я вполне допускаю. Я тоже говорил о войне. Я вполне подозревал, что новые прозападные борются ни с коем случае не сосеи а как раз советские. Нет, но вот если ты затронул Майдан, я могу очень очень немножко подойти к современным технологиям. Там было использовано это совсем не секретная технология на Украине. Как было дело? В русле того, что ты сказал, разворачивалась европоцентричная картина мира перед украинцами. Они были ею воодушевлены весьма надо сказать уже к этому времени. И вдруг бах и отказ пошел. И отказ пошел от этого. И вдруг это все бах разочарование. Они только хотели и отказ. Понимаешь, Янухович отказался от подписания ассоциации. Резко. Это случилось в течение месяца полутора. Разговоры с Путиным, обещанные кредиты и так далее. Вот что возмутило людей. И показали конфетку, а потом бах сказали нет. Будчество с этого и началось. Точно такая же ситуация на самом деле была в перестройку. Потому что в перестройку вот я имею ввиду все 80-е годы вот тут тоже вырисовывалась конфетка. Но конфетка совсем не та которую вот мы получили. Речь шла о трансформации в газетах там на работе везде обсуждали как мы из вот этой говняшки сделаем конфетку. Ну было видно вот как можно кому деньги. В газетах писали что деньги нужно направить в сельское хозяйство потому что не украдут. И в науку потому что тоже не украдут. В науке тогда денег не умели. Это сейчас умеют. Понимаешь? Вот две области казалось бы. И вполне логичное было обоснование. А потом где-то вот конец 80-х начала 90-х вдруг как-то резко вот такого рода деэскуси как мы перестроим наше общество они пропали. Вот понимаешь? Как-то вот конфетка пропала никто ничего вдруг об этом не стал говорить. А после этого произошла подмена и мы получили совершенно другое резко. Вот о том капитализме который пришел вместе с Гайдаром ничего не говорили. Вот что было настоящим шоком. Ты понимаешь? Ну не знаю как шок это просто тогда время было такое за месяц совершались некоторые перемены в общественном сознании которые вообще требовались с года то десятилетия. Я тоже эту ситуацию уже помню на тот момент. Это как было рук разрешили платформу Бухарина и Рыкова и всех остальных обсуждать. Все начали ее обсуждать. Шатров по-моему звали этого драматурга начал эти пьесы свои писать во всяком. Все начали этой борьбой интересоваться. Потом прошло прошло и это уже стало практически мгновенно неинтересно. уже неинтересно комбинации и модификации существующего социализма. А стала просто анисоциалистическая риторика появилась. И это все быстро проходило. Поэтому не знаю. Народ даже на него приспособиться. Ну да, естественно. Просто так вот так другое скочило. Просто интересен сам процесс. Потом это все вдруг резко обрубилось вообще. Вот эта динамика постоянная наращивание. Дошли до определенной черты и по ней и скинулись. Притом я наблюдаю это даже в другой совершенно сфере. Была высшая герна философская школа. Первые годы. Несколько сот человек одновременно присутствуют на занятиях. Все сидят на подоконниках. Тыпыты и ситроси. Через 5-6 лет это свелось к тому, что она просто практически прекратила существование. Народу вся эта религиозная философская какая-то иная штука стала совершенно неинтересной. И это произошло везде. Тиражи миллионные. Нового мира кого-то еще были много миллионов. Сейчас Винда брошюрки тоже были миллионные тиража. Тысячи. А потом хопа уже тысячи. Это за счет того, что существует религиозная библиотека. журналы как бы они выехали на том, что не успевала печатная книга печатная не успевала. Была огромная пласть литературы, который не издавался. То есть какие-то подзапретные книги не успевали печатать. И поэтому большая масса литературы там «Сол жениться», «Набок» и так далее они все пошли через журналы. Я так хочу сказать, что уже к году 93-м и 94-м кто бы там новый не появлялся, не сдавался, они уже перестали быть интересны хоть сколько-то. Это был такой период с 85-го 86-го года где-то по год 93-го и еще стало. Ну, может быть, с 87-го 5-6 лет было вот это. И вообще и все уже никаких тиражей, никаких журналов, вообще отсутствие полного интереса. На телевидение «Взгляд» «Пятое колесо» Да, все это все стало просто. вот эту самую ситуацию в данном контексте понять. Это что произошло? То есть начала формироваться альтернативная картина мира, которая быстренько убежала в сторону вот такого либерального капитализма. Да я же говорю, что никто никуда не убегал. Ее дали резко. Гайгаровский капитализм возник из ничего. Ее дали и после этого народ в ней как бы так и застыл. И живет в этой парализме до сих пор по сути. Народ очень быстро понял, что к чему он понял в течение года двух. Это вот эта вот ситуация кальдаровская 1991-1993 год. Там в течение года все поняли, что их немножко обманули. Тут уже обманули. Ну, не знаю. Я не знаю. что вспомнили, что обманули. Приспособились? Нет, но я имею ввиду... Даже, скажем, с ваучерами вроде всем понятно, что обманули, но никто не рвал волосы, никто не выступал особо. Ну и пошли к черту. Эти ваучеры все начали зарабатывать как кто смог. А не бороться за какие-то права. ты немножко забыл, видимо. Зарабатывать все как мог все начали в конце 80-х годов. Понимаешь? Вот тогда появились кооперативы, появились реальные деньги и прочее, прочее. А когда началась Гайдар, никто зарабатывать уже не мог. А пошли на панели. Ты забыл. И продавать. А зарабатывали до этого. Кто зарабатывал? Я не знаю. Я не знаю. Ребята, вы забыли просто. Возможно. Такой общественный идеал быстро появился. Пошли торговать сигаретами, книжками. Вот куда пошли. Они зарабатывают деньги. Ну пошли. Понималось зарабатывание таким образом. Ну хорошо. Давайте иначе мы ушли в сторону. Значит у меня остались еще производительные силы и производственные отношения. Это очень долго рассматривать. Тогда лучше отдельно закладывать.